вчера пришли с этюдов вот и но я обычно кисти мою сразу а тут в общем кисти мне еще не вымыто остальные вроде нормальные и грязные вот сейчас будем мыть кисти для этого понадобится кистемойка кисти мойка это такая баночка туда вода заполняется и white spirit white spirit у финский такой вот есть остаточки какие-то такие сейчас покажу как это все работает так сейчас на посмотреть кистью нормальный лично так это мы пока уберем сторону вот открываю кисти мойку это можно посмотреть что внутри там такая мисочка дуршула чок вот такой дуршула чок и там вот если посмотреть заглянуть туда там краска скомкалась внутри и сверху уже непонятно какая-то там смесью white spirit с с водой в общем вот это все дело сейчас есть вычищаю и буду показывать как заполнять кисти мойку так вот это да это наслоение всех красок которые скопились но обычно вот такая вот ерунда вот это вот фуза все она скапливается потому смотря как часто вы пользуетесь кисти мойкой в общем довольно быстро вот эту всю жижку обратительно туда мы скидываем вот она фуза все вычеркиваем дело у знаете какая красота все все краски переливаются ну конечно на даче удобнее все делать чем городской квартире вот повезло смена кисти мойки случается на даче в этот раз так вот там конечно что-то остается такой уж не будут здесь натизмом занялась нет хотя буду как можно учить и можно конечно давайте перед налить вот а можно салфетку бросить важно я кстати вот использую дешевые ашановские салфетки очень хорошо помогают вообще в разных и в живописи даже они просто красавчики салфеточки очень удобные для красок просто идеально вот я почти кисти мойку очистил дождевая вода только что дождик прошел поэтому идем сюда ну вот это вот кистемоечку саму сам этот дуршлачок конечно тоже его бы счистить бы вот так что на нем тоже скапливается но это уже мастихином приходится дырочки забиваются это конечно не очень хорошо главное мастихин не сломать можно конечно вот этот все это дело очистить каким еще способом стиральный порошок замочить на пару дней и вот это вот вся штуковина она будет отслаиваться потом ее потом вся вот железочка будет идеально блестященькая и тоже так мастихином потом счистить сейчас я не буду это делать просто немного уберу тут всю гадость которая здесь поналипла вот ну внутри уже не буду с этой стороны только с одной в общем смысл кистемойки заключается в том что вода она тяжелее чем white spirit и она опускается на дно кистемойки то есть вот таким образом мы можем сначала налить воду потом туда опустить и смотреть чтобы вот эта вот вода она сейчас выше дуршлачка вот это вода и надо чтобы она была ниже где-то там хотя бы на сантиметр то есть я смотрю здесь сколько мне надо слить этой воды сантиметра два приблизительно и потом налью туда white spirit водичку смотрим отлично то есть вода не должна проходить через эти отверстия и наливаем white spirit ну кстати вот финский white spirit вроде ничего такое не такой не такой вонючий вот и вот так вот достаточно вообще красота и получается какая штука штук грязные кисточки мы вот так вот моем трем обушлачок вот этот об эту сеточку они хорошо размываются смываются и вот эта вся жижка она сначала становится все грязный такой да но потом она оседает воду и оседает как раз на дно и вот то что вы видели самого начала такая получается смесь там фуза внутри это как раз от мытых кистей то что вот эта грязь зеленовато-серая опускается на дно и потом вот эти кисти их конечно потом нужно вот видите смотрите практически салфетка уже чистенькая но там немножко я чуть-чуть домыть мылом и все красота сплошно вот теперь сейчас буду вот эти все кисти мыть вот здесь кстати у кистемойки есть такой бортичек вот этот он нужен для того чтобы кисть вот так вот вытирать чтобы не окраю вытирать вот об этот бортичек вот так вот и все если у кого такой вопрос возникает так теперь кисть еще до конца не дамы то сейчас буду их домывать мылом и водой сейчас покажу как вы думаете что мы делаем сербской бренды конечно вы правы мы туда кладем мыло очень удобно на самом деле вот там всякие остатки мыльца они как раз для мытья кистей можно конечно еще чем такое придумать вот чтобы было поудобнее например взять поддончик для валика такой для красок небольшой и в нем тоже мыть кисти тоже удобно будет что нам понадобится ну немножко водички и дымываем кисти вот таким вот образом остаток краски видите зелененький он как раз уходит дымовая можно пальцами вот так вот прям дома вот красота вот то что кисть видите она какая зеленая на самом деле это просто пигмент бывает он такой едкий он прямо въедается в ворс вот говорят что это добавляют в краску немножко анилинового красителя что не есть хорошо вот но не факт не знаю точно не могу сказать но вот некоторые кисти они некоторыми красками краситься в том числе кстати не только маслом но и гуашью например главное чтобы сам ворс был чистенький и смотрите вот конечно лучше помыть вот прям пальцами и помыть там у основания поглубже потому что здесь то если вы вымойте вот верхнюю часть кисточки вот здесь вот уйдет отсюда вся вся грязь но там в глубине у основания может остаться и тогда у вас кисть постепенно будет задубивать и в итоге мягким останется такой вот самый-самый краешек и как вы будете работать на тоже не очень удобно вот эти кисти которые мне от плоские сейчас от мою они у меня но я не знаю но лет десять уже наверное у меня меня радует фирма да винчи такая но сейчас я не могу их найти так в интернете как будто в россии что-то я не вижу их сейчас может кто-то продает но они меня вот очень порадовали такие кисти плоские то что-то я люблю жесткие очень такие удачные сейчас заказали в англии похожие кисти называется такая кисть плоская флейт розмаре такие кисточки розмаре они вроде кажется похоже это же синтетический ворс но вот этот он прям пожестче вот этот помягче ну немножко для разных целей я привык таким вот к жестким вот иногда вот удобно такими большими кистями плоскими работать закрывать поверхность втирать краску в хост ну вот так вот все кисти я дым его я и в конце чистенькой водичкой их промываю в таких вот деревенских условиях конечно не самое удобное в городских удобней ну тоже деревенских тоже можно нормально совсем справиться так что мойте свои кисточки оставляйте их чистыми они вам долго долго прослужит ну вот кисти помыл и иногда такая история получается с кистями что ну вот особенно с щетиной вот она такая лохматится видите такая в разные стороны лохматится в принципе с этим можно справиться с этим можно справиться тем же мыльцем вот так вот ее раз помазали чуть-чуть вот так ну она вот уже даже собралась мыльцем иногда берут просто вот полосочкой бумаги полосочкой бумаги вот водичку ее окунают и вот так вот заворачивают конвертиком так конвертиком заворачивают кисти так вот раз и потом так вот кончик загибает загибает и так вот приминают все это дело и можно оставить посушиться и у вас кисть уже не будет такая вот в разные стороны если вы ее просто будете сушить то возможно она будет такая слишком лохматая но вы посмотрите например вот эти вот кисти я никогда так не делаю потому что они жесткие и не лохматится вот сколько им там лет много но в общем-то нормально а какие есть щетинистые можно так сделать так что вот такой совет еще а